Выпускаемые на Шимановском заводе кранспецбурмаш совместно с белорусским Гомсельмашем комбайны могут подешеветь на 40-45%. Об этом во время посещения предприятия заявил в Рио губернатор Амурской области Александр Козлов. Мы обсудили меры господдержки, которые способствовали бы удешевлению техники. Завод отправил документы в Минпромторг России, чтобы попасть под действие соответствующего постановления. Мы планируем оказать со стороны правительства области содействие предприятию, отметил в Рио главы региона. А теперь наши новости в три строки. Еще на 30 тысяч гектаров за сутки увеличилась площадь лесных пожаров при Амуре. При этом, как утверждают специалисты, угрозы населенным пунктам нет. Пожары бушуют в глубине леса. Товарооборот России и Китая за первые шесть месяцев этого года снизился почти на треть по сравнению с тем же периодом 2014-го. Основной причиной этого специалисты называют снижение цен на нефть и увеличение экспорта китайских товаров в нашу страну через Казахстан. В этом году для Серышевской районной больницы будут приобретены два автомобиля скорой помощи. Деньги на это выделят областной и муниципальный бюджеты. В три с половиной раза по сравнению с прошлым годом увеличилась заболеваемость педикулезом. Уже зафиксировано 552 случая против 160 в 2014 году. Почти все заболевшие дети до 17 лет из Благовещенска, Белогорска, Зеи, Белогорского и Мазановского районов. Уже 12 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов зафиксировано в Преамуре в этом году. В них пострадали 13 человек. По мнению сотрудников ГИБДД, главная причина таких аварий – незнание велосипедистами правил дорожного движения. Ирина Пономаренко, Андрей Филоненко, Амурская служба новостей.